Суперклуб Суперклуб Получен сигнал от разведчиков Пробик срочно собирает всех из отдела экстренной помощи Не хочу опоздать Удачи, молния Интересно, а что у них там случилось? Такого у нас еще не было Это надо же Нужна помощь, однозначно Внимание, вывожу ситуацию на экран Прием, прием Наслезаведчик Чайка Объект наблюдения Костя Веточкин Мальчик страдает от одиночества С ним никто не дружит Я попыталась добыть более точную информацию По словам Кости Среди одноклассников Искать друзей не стоит Витька толкается Светка жадничает Одинка обживается Костик-хвостик Вот видите И так далее по списку В общем, не класс, а катастрофа Спасатели Надо помочь Косте найти друга Все, конец связи Ну что ж Если Костя не может найти друзей у себя в классе Мы станем ему друзьями Предлагаю зачислить Костика В клуб Суперкниги Спасателем-стажером Отличная идея, Робик У нас с Костей никто не обидит И скучать ему некогда будет В нашем клубе дел хватает Очень на это рассчитываю Значит так, молния, ромашка Возьмете Костю с собой на задание Я уверен Дружба рождается быстрее Если делать что-то хорошее вместе Задание принято Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты чего наделал? Прости, друг Я нечаянно Я все исправлю У Робика есть такое средство Все выведет Я думал, вы не такие А вы такие же, как и все Я обиделся Я ухожу Черный список Десятое февраля Витька толкнул меня на физкультуре Двадцатая марта Светка не дала списать математику Шестое апреля Димка обыграл меня в шашки Странный какой-то список И зачем он нужен Косте? Может у него память плохая Вот он и записывает Точно У меня была когда-то такая история В общем, готовился я в спортзале Чтобы надрать уши одному К чему ты готовился? Надрать уши? Но это было давно Я тогда еще спасателем не был В общем, слушайте Слушай, ты уже целую неделю грушу месишь К чемпионату готовишься? Нет, к мести Вот натренируюсь И покажу этому Вовке Он мне две недели назад На ногу наступил А разве можно так долго помнить обиду? Можно У меня память хорошая А у меня плохая Поэтому я все обиды записываю Эй, девочка, успокойтесь Перестань что ты делаешь С тех пор я научился быстро прощать А вот Костик, похоже, нет Он, как и та малышка, все свои, так сказать, обиды записывает Теперь понятно, почему у Костика друзей нет Хм, но ведь спасатели не могут стоять в стороне Нужно помочь мальчишке Мы пытались, но... Но! Но мы еще не обращались за помощью к супер-книге По-моему, сейчас самое время Супер-книга рада послужить вам Задайте вопрос Что делать с обидами? Вопрос принят Получите ответ Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас Так написано на моих страницах, и это правда Если хотите узнать больше, выберите формат истории Маша, а что ты здесь делаешь? Ем яблоко Это я вижу Но почему ты ешь его в одиночестве на чердаке, а не с Олей на пикнике? А я с ней больше не дружу Вот еще новости Почему? Да потому что она сказала, что я в этой панаме похожа на бледную поганку Это гриб такой ядовитый Ну да, да, знаю Ну думаю, Оля не хотела тебя обидеть Прости ее, Машенька Она просто неудачно пошутила Мне надоели ее шутки Сколько можно прощать? Хороший вопрос На него есть не менее хороший ответ Однажды к Иисусу Христу пришли ученики и спросили Господи, сколько раз прощать брату моему, который меня обижает? Семь раз Достаточно Иисус назвал совершенно другое число А затем и рассказал притчу Жил-был грозный и могущественный царь Как-то позвал он человека Который должен был ему огромную сумму денег И велел отдать долг Иначе он и вся его семья будут проданы в рабство А? Как тебе? Вот бедняга И вот этот самый бедняга Стал плакать и умолять, чтобы царь потерпел еще немного Он выплатит долг Но Царь решил не ждать Царь решил простить весь тот огромный долг И отпустил беднягу домой Но рано радуешься, Машенька Получив прощение Этот человек Побежал не домой, нет Он нашел одного из своих товарищей Который задолжал ему совсем немного И велел вернуть деньги немедленно Но друг был настолько беден Что не мог вернуть даже этой мелочи И попросил подождать Тут герой нашего рассказа Так разозлился Что недолго, думаю Отправил друга в тюрьму Не простив ему долга Как же так? Ведь ему самому только что простили его долги Да Этот человек получил прощение Но сам прощать не хотел Узнав об этом, царь велел схватить его И заставил выплатить весь долг без остатка Кому хоть раз была оказана милость И сам должен быть милостивым, Машенька Да уж Оля меня всегда прощала Вот Даже ту дурадскую карикатуру простила Так сколько раз нужно друзей прощать? Восемь? Десять? Ох Семьдесят раз по семь Сколько это будет? Посчитай И причем Каждый день Ого А я ей ни разу еще не прости Ну нет Побегу я по милю с Олей Мне наша дружба дороже Пока, Филин Пока, пока Так и Бог, друзья, прощает вас Как вы прощаете других Запомните, друзья Обиды портят характер И лишают радости общения Поэтому учитесь прощать И забывать обиды Поступая так, вы подражаете Иисусу Христу Я помню, как обижалась на свою сестричку Целый день с ней не разговаривала Ей было так плохо А мне еще хуже Так что супер книга про вам С обидами Лучше расставаться сразу Костику сейчас тоже не сладко Он обижается Поэтому все вокруг кажется ему плохим Но ведь он тоже обижал других А если бы его внесли В такой же черный список Все, хватит Хватит с этими списками Слышать о них больше не хочу Нужно помочь человеку? Нужно Пусть Костик увидит Что его-то прощали Когда он обижал других Но как же он это увидит? А мы устроим для него Специальный киносеанс Если смотришь на мир сквозь обиды Лишь врагов ты вокруг будешь видеть С глаз долой эти темные очки На себя со стороны посмотри Ты друзей обижал и напрасно Но прощали тебя это ясно Сам прощать научись и поскорей Обретешь ты не врагов, а друзей Ты обиды не таи Забывай легко и быстро Сердце главное храни Чтобы было чистым Ты обиды не таи Ты обиды не таи Забывай легко и быстро Сердце главное храни Чтобы было чистым Супер книга Супер книга права Это точно Я порву черный список И точка Я так долго Обиды всех хранил Никому-то о себе навредил Ты обиды не таи Забывай легко и быстро Сердце главное храни Чтобы было чистым Ты обиды не таи Забывай легко и быстро Сердце главное храни Чтобы было чистым И тогда он взял свой черный список и порвал его на мелкие кусочки. И все обиды улетучились. Если бы все так было легко. Иногда так трудно простить и забыть. Но мы всегда можем рассчитывать на помощь Бога. Нужно только попросить Его об этом. Дорогой Господь, помоги мне сразу забывать все обиды. Научи меня прощать других так, как ты прощаешь. Спасибо тебе за милость и любовь. Аминь. Нам пора, друзья. Кому-то снова нужна наша помощь. Пишите нам и присылайте свои истории. Звоните и задавайте вопросы. И, возможно, именно вашу историю вы увидите в следующем выпуске Клуба Суперкниги. До встречи, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok